Так, а я не понял, у вас чё тут происходит? Да либора, это чё за дела? Домики сделал обычные, этот почему-то без окна, ну ладно, но у меня и ресурсов нету совсем, я всё выложил, у меня осталась веточка и солома, а вполне себе, да, неплохо. Вот, родительская кровать, для детей две штучки, и вот они, яблоньки уже начали расти, ты посмотри на них, какая красота, фруктовый сад 2, а этот 1, ничего себе. В этой серии нам нужно позвать бублика в первую очередь, где-то там есть, прокатиться по поселениям, понанимать рабочих, вообще любых, нам нужно по квесту 8 штук. И когда сменился сезон, ещё добавился квест подати, кстати, сбор подати и побочные задания, которые истекают в этом сезоне. Я должен уплатить подати или будут проблемы? Упорядочено по смотритель, доставить юнигост 1661 монету и 8 еще десятых. Ничего себе это юнигост, хитренький какой, ну ладно, добыча, колодец не назначен рабочий, ничего страшного, шалаш землекопов, а вот куда ещё нужно работников-то, да, на дровяные сарай назначен, там, охотник у нас есть, вот, фермерский сарай, сюда я могу четверых нанять, а производство у нас чё, кузница, кухня, а что вам для кухни не хватает, ребятки? Жареное мясо, похлебка, нет материалов, капуста, я капусту выложил, ё-моё, ну ладно, сейчас бублик, погоди, ой, да ладно тебе возникать-то. Капуста, сундук, капуста, вот теперь у вас хватает материалов на похлебку, кстати, у меня что по еде? У меня по еде 4 штучки и уже 25% у неё, понятно, давайте ещё 4 возьмём, наполним бурдюк сразу на выходе. Бублик, ты там далеко? Давай-ка, поскольку мы с тобой кататься поедем, мы сейчас ход конём сделаем, несмотря на то, что ты у меня ослик, я заберу все глиняные флаконы и глину отсюда, а также всё, что плохо лежит, что можно продать. Так, открываем вкладку инструменты, деревянные копья все забираем, сгодятся на продажу, глиняный флакон в количестве 10 штук, глина в количестве 93 штук, глиняный, глина в количестве 93 штук. Мы сейчас с вами посмотрим на рентабельность этих горшочных, говорю, горшочных, цветочных горшков, вот, да, выговорил, блин. Немножко приболелось, с дикцией могут быть проблем, не обращайте внимания. Кожа у нас тут чуть-чуть подкопилась, корм остался, ух ты, ничего себе, мех 183 единицы. А чё это у нас охотник-то, прям настолько классный охотник, вроде как в равных пропорциях добывает, да? Ну-ка, всё равно меха получается чуть-чуть больше, чем кожа, а нам наоборот нужно, нам нужно увеличить количество кожи и уменьшить, кстати, количество мяса. Мяса слишком много, давайте вот как-то, вот примерно таким образом распределим это всё, чтобы у нас в день было 18 кусочков мяса, 11 кожи, 8 меха. Даже мех, наверное, пока что и убрать можно, зачем он нам нужен, пока мы богатеем, нам мех вообще почти не нужен. Вот, даже как-то так я бы сделал. Чуть-чуть сушёного мяса, в основном кожа и всё, и обычное мясо. Хватит, я думаю, пока что нам. И, кстати, ещё можно же одного работника нанять. У нас тут, насколько я помню, кто-то куда-то, одна парочка, да, один на кухне работает, второй в охотничьем домике работает. А почему он у нас работает на кухне? Потому что у него навык ремесла 3. Интересные дела получаются. Ладно, Бублик, погнали. О, у меня почти перегруза даже нет. Хорош. Ой, а почему? Давайте обратно слазим. Не, не слазим. Нет, слазим, да. Заберём все доски, которые есть. Сделаем из них флаконы, как обычно, и направляемся в мастерскую. Нет, это кузница. Нам нужна мастерская. Так, Далибора. Ты там что-то пытаешься ваять, я так понимаю, да? Верстак, летний и ограды, деревянный флакон. Пускай, что, 300 штук получится у нас, да? Такое любопытное число получилось. Вазы, вазы. Вот они. Для любой из этих позиций мне нужно глиняный горшок изучить, да, и сделать. Я могу его делать? А я могу его делать. Слушай, Далибора, у тебя квест какой-то появился? Как поживает моя красотка-жена? На самом деле я искала себя. Я хочу, чтобы ты кое-что сделал. Ну давай, что? Я сегодня шла по нашему посёлку и поняла, что ненавижу. Какой же он пустой. Он выглядит немного вялым. Быть либо бедным, либо скучным, это нормально, но быть и тем, и другим, никогда не было хорошей идеи. Ну с этим трудно поспорить, мы только начинаем строиться. Было бы здорово, если бы ты собрал что-то из мебели и расставил её вокруг. Что бы ты ни выбрал, я доверяю и твоему мастерству, и твоему глазу. Это хорошая идея, Далибора, я с тобой полностью согласен. Сейчас посмотрим, что добавил её квест. Глиняный горшок нам нужен, правильно я понял? Рецепт стоит 300 монет. Опять это увлекательное число. Ну что ж, давайте возьмём. Купить рецепт. И, блин, ну дорогая, ты опять моё место заняла. Мне нужно посмотреть. Ваза с цветами и... А, я сюда уже приношу готовый глиняный горшок. Я понял. И цветы. Так, ну ладно. Освободи, пожалуйста, место. Сколько я могу сделать глиняных горшков? Вот смотрите. Цена у флакона получается 20 монет. Один флакон это одна единица глины. А на 3 единицы глины мы получаем 40 монет. При этом... Да господи, Далибора, что ты тут... Не мешайся, пожалуйста. Если мы добавляем к этому глиняному горшку какой-то цветок, цена уже становится 60. И в чём, собственно, профит тогда? А, ну логично. Я понял, да. Бублик. Пойдём. Ладно, я глину здесь прям выкину. У меня больше всего вот тут вот одуванчиков всяких, зверобой есть. Ну, давайте штук сколько? 25 нам хватит. 31 единичку, если я всё правильно посчитал. Далибора. Создать. И 31 глиняный горшок, как с куста, за почти драгоценных 8 секунд у нас получается. Далее выходим. Просим Далибору освободить место. Создаём. И... Где тут одуванчик? Ромашки. Горшок с одуванчиками. Купить схему. Создаём 31 горшок. 455 монет. Да, плюс-минус хватает мне. Вы несёте слишком много. Почему я несу слишком много? Кто вам об этом сказал? Что за чушь? Цена первоначальная 60. Я надеюсь, у меня ещё нормально будет с... Сейчас сходим, помоемся. По-моему, это влияет на цена образования. Навык у меня дипломатии какой? А, у меня уже три из трёх тут. В навыке Бартер. Я об этом совсем забыл. Ну что, Бублик, помчали в Тутки? Туда, откуда ты родом, судя по всему. И в этой серии нужно будет вот этих ребят, конечно... А Тутки-то куда? Это сюда. Нужно будет строить небольшие деревни. Чтобы вот эту вот всю пакость убрать. Она портит декор. Кстати, я так и не посмотрел, что там с квестом-то. У нас сбор податей. Понятно, мы сейчас накопим ресурсов. Вот, наслаждение плотника. Ты хочешь мебель, дорогая? Будет тебе мебель. О, ещё увидишь. Я дышу проклятой мебелью, дорогая. Мебель у тебя будет. Мебель, мебель. Ты когда-нибудь замечала, что повторение слова снова и снова заставляет его терять значение? Мебель. Ой, надо приступить к работе уже. Я не знаю, насколько это верный перевод, но он не так, чтобы... Ну, забавный. Забавный, однозначно забавный. Возможно, я его прочитал не так, чтобы очень. Блин, зима безумно красивая. Но, если честно, декор вот весна, лето и осень, это просто шикарно выглядит. И вся вот эта растительность, она так живо, так всё лампово. Так, всем привет. Это я, Росимир и мой осёл Бублик. Сейчас я буду продавать вам всякое. Аманда, здравствуй. Ты не хочешь со мной поговорить? Здарова. Покажи мне свои товары, пожалуйста. У тебя тут есть корм, навоз. Пом-пом-пом-пом-пом. А нужен ли мне навоз? Для создания удобрений, скорее всего, нужен нам навоз. Потому что, как я и планировал в предыдущих сериях, нам нужно возводить первые грядки. Я хочу выйти на разнообразие пищи для поселенцев и на хотя бы какой-нибудь там клочок льна. Было бы неплохо, во всяком случае. Давай, Аманда, начнём с тебя и продадим тебе все деревянные копья лишние. 164 монеты мы за них выручили. Сломанный факел, это всё тебе не надо. Три веточки тут как-то затесались. Ну и вот, глиняный флакон. За одну единичку глины он у нас стоит 16, а за три единички глины плюс горшок, ой, плюс цветок, 48 получается. Если я всё правильно понял, то 48 разделить на 3 будет 16, только при этом нужно ещё и цветочек. Ну и чего получается? Ну вполне, по-моему, одинаково, нет? Одна единичка за 16 или три единички за 48. Ну, ну ладно. Давайте всё, что можем. А, она и не может всё купить. Ну ладно, что ж. Навоз за 2,4 продаёшь. Ой, 24 килограмма. И вот так. Хорош, Аманда. Спасибо большое за обмен. Бублик, открывай сёдельную сумку. Сейчас я буду трамбовать навоз. Кто тут ещё у вас есть из продавцов? Кто-то ж был. Может быть, кто-то в доме с квестом? Нет? Вон там охотник. Что у охотника есть? По-любому мех и кожа. Мех и кожа тоже будем скупать. Все первичные ресурсы, чё-то мне так кажется, по низкой цене можно и скупить. Убираешься, Раймунд. Показывай свои товары. Что у тебя есть? Кожа, мех. Но я бы не сказал, что кожа шибко дешёвая. Не буду тебе ничего брать. Ты мне не нравишься. Отстань от меня. Бублик, ты чё там? Далеко, нет? Где-то есть. Бублик. Ага. Поехали с тобой в соседнюю деревню. Кстати, расставить-то мебель в поселении нужно. А я совсем забыл, покупал ли я рецепт. Ну вот тут вот есть деревянный стол, деревянная скамья. И, судя по всему, я это ещё не купил. Хотя, вроде как, какой-то стол я покупал. А, вот, деревянный стол, деревянная скамья. Только они, видимо, как-то не такие красивые, как эти, что ли? Ну, купим, потом впоследствии сравним. Пошёл второй год, я до сих пор не встретил ни одного бандита. Это как вообще так? Где они вообще все попрятались от меня? Любомира, здравствуй. Что ты можешь мне предложить? У тебя тут в основном одежда. У меня она есть. Длинный меховой капюшон, только почему-то уже испортился. Возможно, потому что я урон в нём получал. Стебель льна, весь скупаем. А тебе я продам все флаконы, три камушка у меня есть, солому, единичку и горшки с одуванчиками. Всё, что можно было продать, у меня кончилось. Давайте поговорим. Я в предыдущей деревне с крестьянами не поговорил. Вот я дурачок. Нейратка, ты у нас вообще что? Ты у нас добытчик. Вильгельм, ты у нас средненький. Добровид, тоже добытчик. Такс. Мне нужно два работника в шалаш землекопов и четыре работника в фермерский сарай. Итого шесть. При этом, при всём, свободных домов у меня только два. Ещё один надо застраивать. Слушайте, давайте ход конём с вами сделаем. И в первую очередь наймём того, у кого навыки сельхоз вот этого всего. Кто нам в пашне пригодится, тех и наймём. В эти два дома заселим. Получится как раз четыре жителя. После успешного найма мы их назначим в фермерский сарай. Скрафтим им деревянные мотыги. Вручим, разметим поля. Насыпем в сарай удобрения. Чтобы они... Они же сами будут это делать всё правильно. Удобрять и вот это всё. Вот. И распределим, что мы как и где будем сеять, каким образом. И потом уже с превеликим удовольствием возле шахты мы разместим шалаш землекопов. Да, перенесём. И сарай. Вот. Какой-то такой примерно план. Тут у нас что? Тут у нас... Вот. Альберт. Хорош. Альберт уже мне нравится. Всего два человека. Ну, короче, Альберт, здорово. Домрока, добытчик хороший. Я создаю новое поселение. Увидимся там. Сразу заходим в управление. Находим Альберта. И поселяем в простой дом. Почему у него состояние 99,6? Интересно. Поехали пока что в Борово. А там как раз кружок и до Гастовии. Заплатим подати Юнигосту. И всё у нас будет хорошечно в плане квестов. Потому что эти квесты у нас первые. Ну как первые. Это начальные, насколько я понял, квесты. По истории основной сюжетной мы вообще недалеко ушли. Всем привет. Это я, Росимир. И мой осёл Бублик. Рад был познакомиться. Гундольф. Нормально. Вполне себе. Третий уровень навыка. Земледелие. И мы тебя отправляем. Где ты, где ты, где ты. Вот в этот простой дом. Теперь нам нужно, блин, две дамы. Две милых, прекрасных дамы. У кого хотя бы на двоечку сельское хозяйство. Обзавестись потомством квест. Прямо вот так вот. Блин, а мне кажется, я ещё к этому не готов. У нас большой город строится. Он каким-то скелетоподобным образом у нас возводится. Сначала первые дома, потом тропинки. Декор где-то там в конце маячит. И как-то заводить ребёнка сейчас, ну, рановато, мне кажется. Нет. У нас первые дома наших основателей, да, поселенцев, они даже не утеплены. У нас до сих пор расход топлива большой. Блин, чуть не выругался. Да, напишите в комментариях, у вас как вообще к крепкому славцу. Потому что в основном мои ролики без брани выходят. И литературных слов таких грубых маловато. Как вы вообще к этому относитесь? Ивона. Слушай, ну с двоечкой. Ну, да почему бы и нет. Со временем же она прокачает свой навык. Так, давай, я создаю поселение. Увидимся там, Ивона. И мы тебя назначим в дом. Тебе сколько лет? Лет 20. Так, подожди, Ивона, сейчас я тебя к ровеснику постараюсь. Тут у нас Гундольф ему 23. И Альберт ему 27. Давай-ка ты, Ивона, пойдёшь к Гундольфу. Вот она, Ивона. Хорошо. Здесь же нам нужно найти кого. О, здесь мы можем ещё докупить стебель льна, кстати говоря. Добронега, у тебя есть что-нибудь, что я могу сразу скрафтить у тебя? Нет, ничего у тебя такого нет. До свидальки. Зато у нас тут есть Эдвин. Здорово. Сколько ты у меня партий выкупил флаконов? Наш не счесть. Навоз забираем. Ой, у тебя и овёс тут есть. Это хорошо, хорошо. Но мне бы вот стебель льна пригодился бы за 240. Штукатурка дешманская. Удобрение сразу. Но удобрение уже 6 стоит. Солому скупаем тоже. Ой, нам же ещё нужно капусты штучек 30, да? А, нет, нам нужен лук в количестве 30. И свекла тоже в количестве 30. Всё, нам хватает на подати. До свидания, Эдвин. Рад был тебя видеть. Спасибо большое за семена. Где у нас тут Юнигос-то ходит? А, так ты на расслабоне на чиле в баре у своей жены, что ли? Здорово. Этого должно хватить. Закончить диалог. Это все так коротко. Тю. 134 монетки у нас осталось. Что бы нам такое продать? Мы сейчас за счет еще стеблей льна должны вроде как озолотиться немножко. И какая тут есть ближайшая деревня? Но тут только Деника нам светит, да? Давайте, знаете, как сделаю? Сейчас на Перемоточке через свое поселение проеду и заеду в Денику за еще одним жителем. Вот, как какой-то такой примерно маршрут, чтобы скинуть... О, это кто у нас идет? Ивона идет. Чтобы скинуть стебли льна лишние, там семена и так далее. Взять что-нибудь на продажу и в Денику. Вот такой план барабан. Я добрался до нашей деревушки. И вот пока шел, придумал такую штуку. Можно же сделать болты. У меня же палок очень-очень много. Тысяча с чем-то я вот половину взял. А тут болты. Один семь штук. Цена у него семь монет получается, да? Мы как раз за полтинник покупаем и, судя по всему, 410 болтов сейчас мы сделаем. Перья нам достались сами. Как-то они сами накопились. Веток слишком много. Я могу их прям все перенести? А, еще бублик. Это самое. Ты бы подошел. Да, я бы вот у тебя взял навоз. Скинул бы его сюда в ящик. Также излишку веток, лишку перьев тоже в ящик. И вот где-то я тут стебель льна привез. Я его скинул бы обратно. Ну, как обратно? То есть у меня же здесь они складируются. Вот сюда куда-то. Да, теперь можно поспать, в принципе. И отправляться в Денику. Попить бы еще. И наполнить водой эти ведра, да. Сколько я могу? Пять ведер? Что я пока на склад заглядывал, увидел, что там пустых ведер много. И пока есть возможность, лишним не будет. Все это дело наполнить и складировать. А ну-ка. Ведра с водой пять штук. Ну, хорошо. В целом неплохо. Только вот они зачем-то еще жареное мясо делают. Я не понимаю для чего. А, я же сам им назначил. Да. А сколько у нас еды? У нас воды вообще полным-полно. Три тысячи. То есть, грубо говоря, нам хватает аж на десять дней вперед. А вот по пище мы просаживаемся, просаживаемся. Нормально мы так по пище проседаем. Сейчас ляжем спать до следующего дня. Потом садимся на бублика. Бублик. Поехали. Не спи. Ты че? Хороший мой. Ух ты, какой красавец. Сначала в Тутке. Да? Или че? Или в Рольницу, может быть? Блин, опять это переключение. В Денике там кто? Дровосек. А вот я в Рольнице еще не был. Давайте в Рольницу заглянем. Что там вообще происходит? Так, всем здрасте. Я Росимир, это мой осел Бублик. Ансгар? Что у тебя? А, меня же только... Ага. Блин. Филиберта. Жалко, конечно, что у вас всего двое. У Филиберты навык фермерства один. Ладно, погнали в следующую деревню. Здесь нас ничего не интересует, кроме продавцов. А, вот они. Нодар. Здорово. Показывай свои товары. Сейчас я буду тебе продавать всякое-всякое. Не хочешь ли ты, Нодар, купить у меня 196 болтов? Хочешь. Хорошо. А не продашь ли ты мне, Нодар, весь стебель льна, который у тебя есть? По возможности, навоз и солома. Штукатурка. Давайте в качестве эксперимента возьмем. И чтобы отбить все это, деревянный болт, забирай. У меня еще 114 осталось. До свидания, Нодар. А кто из вас тут, дамочки? Ирмина. Показывай товары. У тебя есть навоз. Я забираю весь с превеликим удовольствием и забираю у меня деревянные болты. Все. Теперь я доволен. Бублик, ты где есть? Только свистни, он появится. Бублик. Блин, я на тебя сел. Че у тебя в седельной сумке? Ничего. Ладно, у меня пока перегруза нет. До куток все-таки доберемся. Посмотрим, что... Посмотрим, что там по поселенцам. Возможно, мы найдем даму, которая с хорошим уровнем сельского хозяйства, чтобы работать на пашне. И уже вернемся в свое поселение, потому что надо всем этим как-то управлять. Так, всем привет. Я недавно покупал у вас осла, и теперь его зовут Бублик. Ты кто? Ты никто. Битгост. Надбор. И это... Одолан. Я, получается, зря приехал сюда. Ладно, Бублик, погнали, здесь делать нечего. В Деннике сидит Буберта. Буберта. И у нее сельское хозяйство на единичку. Какая же печаль беда. Вот тут вот я вижу Матильду и Дагоберта. Дагоберт. Не хочешь ли ты мне весь стебель льна, что у тебя есть, продать? И немножко удобрений. У меня столько денег нет. Я отсюда иначе потом пешком пойду. Мы сейчас в Деннике, значит, нам в лестницу. Можем ли мы быстро доехать до лестницы? Но тут гора, не хочу. Поехали на извозчики. Ой, а вот в лестнице у нас тут вот кто есть. Гертруда, покажи мне свои товары. У тебя же по-любому есть какие-то материалы. Глина и камень по 0.3. Продай мне, пожалуйста, камень. Весь. И глину тоже всю. Спасибо большое, Гертруда. До свидания. Я вот возьму сейчас плетеный ящик, скину его. И в него помещу камень и навоз и глину. Вот так вот. Схвачу плетеный ящик. Помещу его где-то... Вот тут его разместим. Витамир. Здравствуй. У тебя есть и ветки, и бревна. А бревна мне нужны? Нет. По-моему, мне на каменные ножи нужны только доски. Ой, то есть, говорю, только ветки. Ну-ка, смастерить. Пу-ру-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Каменный нож. 18 штук могу. Замечтательно. А не хочешь ли ты мне продать еще и бревна? За 110. А я из них сейчас сделаю копья и продам аж 46 копий. Голь на выдумки хитра, как говорится, да? Деревянное копье. 46 штук. Забирай. Каменные ножи. 32 штуки. Забирай. Теперь у меня снова 1700. А, ты не можешь у меня еще эти купить. Слушай, Бублик, ты где есть? Бублик. О, ух, какой ты стремительный. Так. Забери, пожалуйста, глину и навоз. А я сейчас... Закуплю тут еще чего-нибудь. Тут у нас есть кузнец. А у кузнеца сырье какое-нибудь имеется? Ну, руда, да? Руда, это, конечно, хорошо. Так, тут у нас еще и поселенцы сидят. Дровосек я так был. Понятно. Это все ясно. Ну, хорошо. Значит, кто у нас тут по сельскому хозяйству? Съетить-колотить, а? Вот тут... Ох. Кунигунда? Что бы это ни означало? И... Амелия. Тоже на троечку у нее сельское хозяйство. Блин, а как мне... Можно мне вот тут вот... Ивона у меня есть? Блин, я ее переселить-то никуда не могу, что ли? Мне просто некуда. Ну, ладно, Амелия и Кунигуда. Кунигу... Куни... Ох. Вот тут есть Амелия, ей 28. Мы ее приглашаем к себе, потому что у нас там есть товарищ. Как его зовут? Альберт, ему 27. И мы приглашаем к нему Амелию. Все, теперь у нас получается сельское хозяйство. Вот этот вот домик, как он правильно называется там. Фермерский сарай у нас укомплектован. Поехали домой, будем всем этим управлять. Можно, кстати, по пути. А у меня есть дома мотыги. Сколько мне идти? 600 метров. А может, как-то есть что-нибудь поближе? Может, с Ку тогда ехать? А то так весь день буду ехать. Ну ладно, я уж подключусь, когда приду. Так. Я добрался до дома. Разгрузил бублика. Кстати, нужно покушать. А что с курсором-то? Ладно. Похлебочку доедаем всю. И получаем отравление. И идем сразу от него избавляться. Мне нужен зверобой. Или кто там? Я когда пришел, я вспомнил, что я не расчистил там поляну под посевы. Зверобой. Давай штучки три съедим. Вот. Теперь меня все устраивает. Я не учел, что для того, чтобы строить первые поля, нужно расчистить местность. И для того, чтобы ребятки начали что-то делать, нужно же им сделать удобрение. А удобрение, насколько я помню, делается в вот этой вот постройке. Где оно? В амбаре. Вот. А я его еще не построил. Ну, хронометраж серии уже, я думаю, затягивать я не буду. Сделаю, ну, возведу эти постройки за кадром. Вот. Большое спасибо за просмотр. За полезные советы отдельное спасибо. Всем активным участникам, в том числе и тем более. Ну и увидимся в следующих сериях. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте фидбэк в комментариях. Всем вкусного чая и добра! Субтитры сделал DimaTorzok